Всем привет, друзья, с вами Андрей, это канал Футбол от жизни и это продолжение нашей карьеры за канал. Итак, сегодня у нас стартует второй сезон, ну а перед этим я решил все-таки подвести итоги нашего голосования по поводу лучших голов во всех турнирах. Голосование проходило в группе ВКонтакте, так что не забывайте подписываться, ссылочка всегда есть в описании под роликом. Ну что же, а мы начинаем. Итак, лучшим голом профессионального турнира 2019 года был признан именно мой гол, который набрал 42,86% голосов. И здесь нужно выигрывать, отлично. Козлов отдает пас на меня. Я убрал одного защитника и буду в дальний просто пробивать, какой хороший гол. И отлично, это 1-0. И не 1-0, а 2-0, но это первый мой забитый мяч за клуб Престон. Отлично. Прям хорошо так в шестерку уложил, в подкрутке. Ну, если я не ошибаюсь, это даже мой первый просто даже удар в створ. Ну, так вот получилось. Другие пока что не реализовывали свои моменты. Лучшим голом чемпионшипа сезона 2019-2020 был признан гол Ярослава Вяткина, который набрал 28,57%. Вяткин продолжает играть с мячом. Меломед на Ярослава. Ярослав, это 1-0 за 5 минут до конца. Мы выходим вперед. Отлично. Ярослав забивает. Отлично разыгрался. Он там в центре штрафной. С Меломедом и все замечательно. Хороший удар. Левой ногой не рабочий своей он пробил. И отлично. В касании еще и таким хлестким ударом. Наверное, из-за дождя все-таки не смог голкипер отбить. Еще и так крутился. Так вот, очень сложно было так пробить. Ну и 1-0. Главное сейчас удержать. Это наше преимущество. Ну и уже в третьем турнире у нас произошли разногласия. Двое участников набрали одинаковое количество голосов. Но все-таки Михаил Масаковский это комментатор. Так что он вряд ли вообще посмотрит наши ролики. А вот Матвей Мишин все-таки человек, который участвовал на нашем канале. В чем сам просился. Поэтому мы решили присудить гол. Лучший гол Кубка Англии именно Матвею. Отлично. Кучаев. На Ярослава с травмой. Ой, на Матвея. Матвей. Матвей забивает лондонскому Челси на Бызде. Отлично. Полуфинал Кубка Англии. Матвей получил там небольшое повреждение. Против него Романьоли, я так понял, срезал его. Но в следующем же моменте он останавливает здесь, я так тоже понимаю, Романьоли. И забивает ворота Кепы. Матвей только недавно вообще из второго состава попал в первый. Благодаря тому, что он обогнал в рейтинге Ефремова. Поэтому он теперь играет в первом составе и вот так вот он забивает лондонскому Челси. Мы снова забиваем первой команде. Ну и такая же ситуация произошла в номинации лучший гол плей-офф чемпионшипа 2020 года. Матвей и Максим набрали одинаковое количество голосов, но мы решили сделать все по справедливости. У Матвея есть уже награда, а у Максима нет. Поэтому этот гол мы считаем лучшим именно Максима. Мельников с мячом. Идентичный гол Козлову забивает Максим Мельников. 3-2, 78-ая минута. Все замечательно. Все просто супер. Поздравляю всех с третьим забитым мячом. Забивает Максим еще и гол. Хорошо сейчас вообще разложил. Ну супер. Второй вроде гол Максима. Да. Ну что ж, друзья, мы посмотрели лучшие голы, которые были забиты в первом сезоне. Ну а теперь мы переходим к началу второго сезона. Поехали. Всем привет, друзья, с вами Андрей. Это канал Футбол, это жизнь. И это продолжение нашей карьеры за канал. Давно я не следился за запись именно этой карьерки. Итак, первый сезон у нас закончился. Мы большое делали, можно так сказать, ивент. По этому поводу в группе ВКонтакте. Можете там зайти. В начале этого ролика вы увидели тех, кто победил в номинациях на лучший гол первого сезона. Все эти голосования проходили в группе ВКонтакте. И я сразу хочу сказать, если будет такое же событие во втором сезоне, то есть также будем мы делать премии, то давайте, пожалуйста, кто сейчас смотрит, участники канала, кто сейчас даже есть в составе, потому что некоторые люди, которые есть у нас в нашей карьере, они, может быть, и смотрят наши ролики. Так вот, голосуйте не только за себя, потому что ваши голы, может быть, и не самые лучшие, есть намного и лучше голы, потому что, ну, не объективно это сама оценка. И так можно было сказать мне спасибо, что я вам их присылал, мог бы вообще сам все это решить там, вот. Но я решил дать волю вам, и мне, честно говоря, не устроило. Не про то, что там даже в одной из номинаций я там где-то победил, да, но все равно это было немного даже необъективно. Каждый голосовал там сам за себя, так что, ну, это не совсем честно. Надо было голосовать за лучший все-таки гол, а не только вот за себя. Все вроде, что хотел я сказал, сегодня мы с вами отыграем весь июль, это предсезонный турнир, наверное, только. Ну, а со следующего сезона у нас, кстати, да, еще мы суперкубок Англии будем против Сити участвовать. Замечательно. Мы попали в премьер-лигу, у нас есть небольшой бюджет, здесь 40 миллионов. Вот, я уже потратил там некоторые суммы, переподписал, например, контракт с Димой Буренковым, теперь уже это было возможно, так что вроде как он никуда теперь от нас не собирается уходить. Сейчас мы, так-так-так-так-так, да, вот с трансера. Ага, ну попозже, значит, можем его, я же вроде переподписал, сейчас мы глянем еще раз. Вроде я переподписывал с ним контракт, заходил не на запись. Так. Ну, вот отсюда сразу Буренков, ну да, у него вот 5 лет стоит переговоры, вы уже продлили, да. Я переподписал, получается, потому что, ну вот видите, 5 лет ему максимум стоит контракты. Что насчет, да, игроков, давайте тоже это сразу посмотрим, у кого заканчиваются здесь контракты. Так, Бамгартнер, я думаю, вообще может завершить его аренду, вот, ну посмотрим. У нас есть 40 миллионов, вот, в бюджете, я думаю, я вот серьезно думаю, что нам нужно делать. Я собираюсь покупать российского одного игрока, очень хорошего, посмотрел на сайтах, есть такой сайт, самые перспективные игроки FIFA 20, и там написаны, ну, абсолютно более-менее приблизительные статы, кто их прокачивал, я не знаю. В общем, показывали игроков, которые вот качаются там на определенный их потенциал максимальный. Написал русских, естественно, потому что в нашей карьере могут играть только русские, но если вы захотите какого-нибудь легионера, напишите, напишите об этом обязательно в комментариях, может быть мы все-таки решимся. Я собираюсь покупать Александра Головина, потому что полузащита у нас более-менее хромает, сейчас еще Бамгартнер, хоть он и стал, там попал даже в команду, можно так сказать, года нашего состава, поэтому я все-таки решаюсь посмотреть за Головиным. Все, подпишем его, постараемся, надеюсь денег нам хватит, вот, вроде как Головин написали, может качаться до 86, так что это очень хорошо будет, тем более русский игрок, вот, а наша задача это все-таки выиграть Лигу Чемпионов вместе с этим составом. Мы уже вышли из Чемпионшипа в АПЛ, трудно, конечно, нам это было, но у нас это получилось. Также меня, например, вот не сильно устраивает, смотрите, Мишин есть у меня в составе, который тоже попал в команду нашего года, вот, а Ефремов, например, нет, хотя у него уже рейтинг. Юлю я бы покачал, Ефремова, я не знаю, наверное, все-таки придется либо продавать, либо что-нибудь еще. Что у нас здесь, здесь у нас по составу надо Ярослава покачать, а вот, который забил лучший гол Чемпионшипа левой ногой, а то, что я ножницами боковыми пробил, то, ну, это никого не интересовало. Вот, Полину надо тоже прокачать, потому что, если что, мы ее сможем куда-нибудь там в аренду отдать, может быть и будет даже потом в составе. Здесь у нас что, например, Петраков и Буренков, ну, давайте, ну, здесь самый низкий, я прям смотрю, у Трушечкина вообще, на левом защитнике, так что его мы покачаем, давайте до 72-го, там будем, потом дальше смотреть. Также я хочу вот сейчас долго докачать, все-таки его не взяли в сборную России на, я так понимаю, там чемпионат Европы, поэтому прокачаем его. Лобанова прокачалась 68 теперь, точнее у нас это Юлик Лобанов, ладно, так будем говорить. Вот это тоже странно, на сбор, ну, точнее сейчас чемпионат Европы там идет, я так понимаю, сборную России вызвали Кривохарченко, хотя у нас Долгня был лучшим голкипером, и по оценке, и по сухим матчам получил две награды. Но вот вызвали все равно Сергея Кривохарченко, который для меня поначалу, естественно, неубедительно играл, потому что Долгня все-таки это реальный футболист, более-менее мы ему настоящие статы делали. Вот, а вот Кривохарченко, комментатор, все такое, вот. Сейчас мы будем играть в прецезонный турнир, вот, сегодня у нас полноценный месяц, июль будет для вас. Так, здесь у нас что? Два сообщения, я рад, что вы решили меня продать. Наши мнения совпадают. Конор Симпсон, я не знаю, я огорчен. Прости, вылетело, мы скажем, но как бы я же все переподписывал с Буренковым. Я не знаю, я действительно подписывал, заходил, я это даже сохранял. Переговоры. Поручить продление. Все, видите, у меня все вроде как есть. Я не знаю, я действительно ему продлевал контракт. Это очень странно. Без понятия, что тут делать. Мы ждем, во-первых, мы ждем предложений по игрокам. Сейчас все-таки трансферное окно, это тоже интересно будет поглядеть. Также у нас сейчас вот многие игроки, кстати, вот уехали, ну, в сборный, да. Так что я не знаю, на какое там время. Увеличение трансферного бюджета. Ладно. Просмотр вакансий, тут никаких нету, да. Я бы так бы посмотрел, может быть, кто-нибудь решил бы нам предложить. Итак, давайте будем сейчас заходить на один матч там выбирать. Да, вот автоматически, наверное, все-таки вот этот, либо самостоятельно будем. Хорошо. Сейчас я зайду, приготовлю два состава, которые будут у нас играть, пока некоторые игроки уехали в сборные. Пока что вот первый состав у нас будет выглядеть вот так вот. Из тех игроков я только тех, кого вот нету, я заменил. Например, здесь появился Трушечкин, здесь появился Казанский, здесь появился Скворцов. Идем дальше. Во втором составе здесь только вот Кривохарченко нету, мы его поставим. Ну и давайте здесь вместо Скворцова я бы поставил Жамалединова. Вот. Пока что вот такие. Ну и вот сюда бы я бы поставил бы все-таки, давайте проверим Юлю. Вот. И здесь все-таки поставлю Полину. Также я не посмотрел, надо было бы посмотреть, что по Гапонову насчет у нас. Стоит ли его нам сейчас вообще продавать, Гапонова, все-таки у него действительно что-то низкий самый рейтинг. Юля-то, ой, Полина-то ладно. Если 11 лет сейчас прокачается до, там, ну это понятно, они очень перспективные у нас игроки, тут, наверное, докачаются до 90 где-то. А вот Гапонов все-таки реальный игрок, я не знаю, я сейчас даже посмотрю, до какого максимума у него может быть рейтинг. Ну что же, я посмотрел, у Гапонова там до 71-73 примерно прокачка, так что я постараюсь все-таки выставить его на трансфер. Вот. Вместо него, либо вот у нас останется Полина, которая сейчас хорошо прокачивается. Есть также еще классный игрок, это Игорь Дивеев, вроде Игорь его зовут, да, Игорь Дивеев. Вот про него многие прямо говорили, я его уже даже добавил, 70, сейчас у него рейтинг. Вот, также есть, вроде как я сейчас даже добавлял, я не на запись там поискал некоторых игроков. Есть также, вот, Наил Умяров, центральный полузащитник, но это так, чуть попозже мы, может быть, постараемся его подписать. Сака, например, это я искал молодых прям перспективных игроков. Фоден, Родриго, Сака, но раз мы все-таки решили только русских, так что вы пишите в комментариях. Если вы хотите какого-нибудь, так сказать, легионера, то пишите, мы обязательно все посмотрим. Пока что вот мы думаем насчет только Александра Головина, денег, мне кажется, на него только нам здесь и хватит. Дальше мы будем смотреть, потому что на рейтинге здесь вы просто посмотрите. Сейчас еще Бомгартнер, я бы действительно завершил бы с ним сотрудничество. Все, видите, вы составы здесь более-менее, ну вот, так что мы сейчас идем. Так, сейчас надо убрать тогда вот отсюда еще. Дзюба также у нас, не забывайте, есть. Мы его бесплатно подписали или как? Что-то я не помню, откуда у нас еще Дзюба появился. Вот, Дзюба еще тем более будет, так что... Я давно что-то не заглядывал сюда. Вместо Мишина мы возьмем Полину, вместо Козлова мы возьмем Юлю. Все, сохраняем и идем играть первый наш матч второго сезона. Анталия Спор, предвизионный турнир. Будем выступать мы в АПЛ в этом сезоне. Расстановку, видите, поехали. Итак, замечательный стадион, я не знаю вообще в какой стране. Я выбирал там быстро самый, ну как сказать, высокооплачиваемый, наверное, турнир. Поэтому в Италии, я так понимаю, стадио Олимпика раз. Итак, мы начинаем. Пресса Анталия Спор. Первый матч. Поехали. И все-таки мы пропускаем. Все-таки Анталия Спор забивает. Довня свой мяч пропустил. Эти матчи, между прочим, тоже как бы они записываются в статистику игрока. Так что в конце сезона для Довни этот матч не будет, кстати, насухо. Так что здесь Довня для себя сразу вот так начинает сезон. И Скворцов. И это 1-1. Очень хорошо же Скворцов и Айвазян там разыграли. Хорошая передача от Сереги была сейчас. Ну и Скворцов все-таки левой ногой еще и забивает. Кстати, очень приятно сейчас видеть на спинах наших игроков на форме номера их. И внутри этих номеров все-таки эмблема английской премьер-лиги. Да и вот на, так сказать, рукаве футболки все-таки тоже появляется этот логотип. Это намного приятней. Теперь мы будем хотя бы в красочном таком дизайне оформлении матча играть. Вот это вот тоже замечательно. И все, заканчивается наш первый матч. Ничья 1-1. Гол забил Скворцов с голевой передачей от Сереги. Вот. Очень прям тяжело играть сейчас с игроками, наверное, из-за того, что не привык к ним. Итак, Капонов сказал рад, что наши мнения совпадают, скажем ему. Ну, вот. Дальше мы продолжаем тренировать наших игроков. Итак, Жамалединов в аренду. Мы его хотели сдавать, потому что у нас теперь вот появится Артем Дзюба. Поэтому давайте Тимура Жамалединова сдадим в аренду. Вот тут Сосуова, кстати, неплохой итальянский клуб. На год это единство? Нет, еще на 2 года можно. Но давайте мы на год все-таки. Потому что не знаю, что будет через 2 сезона. Пойдет. Так, что насчет зарплаты его? Давайте 70 на 30 попробуем. Они согласились покрывать 70% зарплаты его. Теперь ждем решения от Тимура Жамаледина, который мы его вообще покупали. Думали, что он действительно очень классный игрок. Но он, к сожалению, мало прям там забивал, выходил. Вот это все тоже мало было. Так, здесь тоже у нас есть недоступные игроки. Так, Максела поставим. Давайте Симпсона этого возьмем. Просто пусть стоит. Здесь Матвей устал. Что здесь еще? Кого мы можем выпустить? Да больше никого, мне кажется. Гапонов только. Вот вместо Шмырякова пусть. Здесь, если что. Ну все, вот таким составом мы будем играть. Против Рая Валикана. Команда проиграла по армии. Так что посмотрим, как они нам сыграют вторым составом. У нас здесь сразу две девочки в стартовом составе. Сан-Сиро еще стадион. Значит, мы все-таки этот турнир в Италии. Поехали. Итак, замечательный стадион. Сан-Сиро. Мы еще будем играть, кстати, в Лиге Европы с этого сезона. Так что будет тоже интересно на наших соперников посмотреть. Жамалединов замечательно развернул и забивает левой ногой. А ведь именно этого игрока у нас сейчас заберут в аренду в Сосуоло. Если он, конечно, даст согласие. Вот. Полина замечательно сейчас отобрала мяч. Баумгарднер на Юлю отдает. Замечательно. Но здесь Юля все. Юля убегает. И Юля забивает свой первый мяч. Еще за Престон за все время. Девочки у нас вообще не играли в первом сезоне. Практически там, может, на некоторых матчах я их выпускал. Но вот так вот, что в старте сразу она вышла на определенном турнире и забила. Но это отлично. Вот я и говорю, может, все-таки тоже Ефремова продать, деньги за это получить. Потому что мне кажется, что вот Юля у нас более-менее что-нибудь должна показать. И вот Юлик Лобанов забивает первый гол за Престон. Ну и первый гол в сегодняшнем матче еще. Уверенная победа Престона на выезде на драйв Алийкану. Отлично. 2-0 мы их побеждаем. Забили Жамалединов и Юля. Так что это неплохо. 2-0. Тем более сухая победа для Довбни. Итак, нам приходит предложение. Меня хотят купить в ПСВ. У меня рыночная стоимость 12 миллионов. Хотят за 14 с половиной. Я отклоняю. Я не продаю наших именно игроков. Я вот только вот... Ну, это не наши игроки были. Вот Дев... Кого Гапонова сейчас продаю. И надо попробовать Ефремова продать. Потому что Юля очень хорошо сейчас сыграла. Поэтому почему бы нет. Дзюба. Откуда он у нас еще появился? Я уже забыл. Давно записывал. Так, Ефремова. Ефремова можно продать. Мы тогда и продадим его. Все. Баумгарднер в аренде. Пусть так, наверное, останется лучше. Убрать. Ну, я же вроде переподписал. Ты что? Ладно. У нас третий матч группового этапа. Матч против Пармы. Мы вроде как выходим. Сейчас, если Анталия Спор побеждает Роли Валикана, они могут нас удогнать. Нам хотя бы ничейку с Пармой скатать. Будет замечательно. Итак. Легендарный уровень сложности. Ливень на стадионе. Поехали. Итак, последний тур группового этапа. Последний матч. Сегодня нам надо лишь бы не проиграть. Но даже если проиграем, то шансы более-менее какие-то есть, что мы выйдем в плей-офф. Престон Парма. Поехали. На Мишина замечательную передачу сейчас отдал. Мишин с мячом. Подача. И Мельников. Как же сейчас все шикарно было. Мельников забивает Парми. Это 1-0. Престон выходит вперед. Это первый гол Максима в этом сезоне. Неофициальный, но все-таки гол. Как классно сейчас сыграл Матвей. Защитник здесь прямо вот замечательно сбросил на Максима. Если бы еще бы умел Максим бить ножницами, было бы классно. Здесь на грудь прям принял высоко и через себя бы еще ударил. Было бы замечательно. Но пока что 1-0. Престон выходит вперед. Наша вторая победа на турнире. Престон выигрывает благодаря единственному голу Максима Мельникова, который забил на последних минутах за 10 минут до конца. Ну и все. Мы получается уже точно выходим в плей-офф. 8-9 оценка у Максима. Ну а Наталья все-таки так и сыграла вничью с Рай Валиканы. Итак, даже благодаря этому мы, раз обыграли Парму, нанесли им первое поражение. Мы набрали 7 очков. Выходим с первой строчки. И вот встречаемся против Бреши. А Лиц и Копенгаген вылетели. Ну, Лицами я бы не хотел бы встречаться больше. Будем играть против Бреши в полуфинале. И за Бреши играет Марио Балателли, я знаю. Ну а Лечи встречается против Пармы. Так что либо с Лечи, либо с Пармой мы встретимся в финале. Но еще надо Бреши пройти. У них, кстати, классный состав. Полина качается. У нее 70-й рейтинг. Отлично. Мне главное сейчас, чтобы до начала, так сказать, премьер-лиги у нас все были с рейтингом 70+. Жамальдинов ушел в аренду. Это замечательно. Симпсона можем мы сейчас продать, кстати. 175 нам предлагают. Начнем переговоры. Там у него стоимость 230. Надо поторговаться. Так, мы готовы предложить 175. Мы не согласны. Надо 230 хотя бы. 230. Мы не договоримся. Меньше все. Они согласились за трансферную рыночную стоимость. Купить его. Миллион двести нам еще добавили. Так, наши мнения сопадают с Ефремовым насчет его трансфера. Потому что, ну, Юля, мне кажется, намного лучше будет. Артур переходит в арсенал за 87 миллионов 100 тысяч. Бернат в Челси за 26 миллионов. И Гомес переходит в Рому за 24 миллиона 900 тысяч. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Игра у нас сейчас против Бреши. Сколько нам еще там вообще осталось ждать на счет... Так, это... Ага, тут 4 дня еще по Умярову. Так, ну, вот это вот удалить вообще можно. Лунина я бы оставил. Фоден, нет. Родрига тоже нет. Вот, по 4 дня здесь еще осталось. Так что нормально. Как раз, наверное, закончим турнир. И будем играть. Точнее, будем уже решать, что там дальше делать. Так, Казанский у нас же в двух составах получается играет. Опа, друзья, у нас все вернулись. Это замечательно. Ну, получается... Казанский. Так, остается здесь. Вяткин. Почему здесь Ефремов? Ага. Так. Все. Мы расставляем все так, как все было. Наши игроки вернулись. Сейчас я гляну, как они там отыграли свой турнир. Чемпионат Европы все-таки был. Ну, и вот у нас вот такая команда теперь получается. Я их быстренько всех сейчас расставляю. По местам прям, как они были. Теперь у нас здесь нападение будет Дзюба. Вот. Ну, вроде как так. И сейчас еще вместо... Не знаю, кого-нибудь в первом составе уберем. И поставим туда Головина, которая придет. Что же вы, ребята, уже 15-го числа-то вернулись. Вылетели что ли так рано или что? Или закончился уже ваш там чемпионат? Чемпионат Европы. Да, чемпионат Европы закончится. Смотрим. Сборная России проиграла все свои три матча. Проиграла... Тут группу вы посмотрите, друзья. Франция, Португалия, Швейцария, Россия. Россия проиграла Португалии 2-1. Проиграла Швейцарии 2-1. И проиграла Франции 5-1. Вот так вот. Дальше здесь Италия, Бельгия вышли. Германия, Голландия. И Испания, Англия. Франция победила по пенальти Бельгию 5-4. Англия прошла немцев. Кстати, Италия прошла Португалию. Вот это тоже интересно. Испания прошла Голландию. Франция по пенальти прошла англичан. Итальянцы проиграли испанцам. Ну и Испания выиграла чемпионат Европы. Так что, ну, неубедительно прям сыграли наши на этом турнире. Вот такой, я правильно понимаю, да? Вот наш состав. Будут некоторые игроки все-таки уставшие. Давайте я сюда даже Кривохарченко верну. Наверное, все-таки его выпускали, раз он столько там, то напропускали. Но с французами 5-1. Было 4-0, но чтобы 5-1, нет. Такого давно не было. Ладно. Престон играет полуфинал против Бреши. Наш состав, вы видите, на экранах. Поехали. Итак, полуфинал. Мы, я так понимаю, снова на Сансира. Здесь мы победили Райвалия Кану 2-0. И вот он, Марио Балателли, по которому я и говорил, что он играет за Брешу. И никуда пока что он не ушел. Второй состав. Ох, сразу Балателли на нас полетел. Так, а что это у нас прям сборная? Ой-ой-ой-ой. Балателли. Кривохарченко, между прочим, на воротах. Ой-ой-ой-ой. Как сейчас сыграли? Я не понимаю, почему у меня защитники постоянно очень далеко уходят. Вот это вот странно. Ладно, сейчас отыгрываться нам придется. Ауе тут забил. И какую сейчас передачу отдали? А на Балателли просто. Выходи, Кривохарченко. Но все равно пропускает. Но это все. Мы, скорее всего, вылетим сейчас с турнира. Но Кривохарченко, я не понимаю, за что его вообще в сборную взяли. Раз такие вот мячи сейчас выход пропустил. И почему у нас оборона вот так сейчас сыграла? Масаковский. Все-таки забивает. Есть у нас шансы. Как сейчас грамотно все, аккуратно, бильярдным таким положил. 2-1. Михаил Масаковский у нас выводит. Точнее, уменьшает преимущество Бреши. Он как Скворцов здесь отдал, а? Очень хорошо. Раз, два. И на на третий. Прямо по-хоккейному. Клюшкой в дальний угол. Посмотрите, а? Мяч даже не поднимался сильно по воздуху. Просто катился так по земле. Но очень замечательно. Михаил Масаковский забивает. Ну нет, да, ну как это вообще? Уже посмотрите на время-то. Арбитр вообще не свистит. Да надо дюбу сейчас всех там выпускать. Или их вообще там на скамейке сейчас нет. Ну это просто не дело. Какой нахрен Кривохарченко в сборной России такой, а? Все, беги просто дальше уже. Забивает. 3-2. Выпускали мы Ефремова там вместо Бомгартнера. Шанс есть. Еще 20 минут осталось. Это неплохо. Время есть. Но я не знаю даже кого тут выпускать. Давайте вот, ну, говорят, меня выпустить вместо Юли. Попробуем. Может что-нибудь да и получится. Проигрываем 3-2 Бреши в полуфинале. Просто сейчас вообще не повезло. Там два удара в штангу. Два удара прям очень близко летели в конце. Но нет. Это все. Ну, игра захотела, чтобы мы вылетели снова в полуфинале пресс-сезонного турнира. Это случилось. Все, я так понимаю, в этом месяце у нас больше матча не будет. Мы сейчас просто досматриваем. Там Лечи даже прошли по арму. Вот. Мы сейчас просто уже доигрываем этот месяц. Проводим более-менее какие-то трансферы и все. Итак, тут призовый турнир... Ну, тут фонд дали миллион шестьсот. Так, Гапонов. Предложение по нему. Я не помню, за сколько мы его покупали. Но... Его хотят купить в Портимонце. Это вроде Португалия, наверное. Давайте мы его попробуем за миллион четыреста втюхнуть. Может быть, получится. Может быть, все-таки молодой парень. Так, что я же делал миллион четыреста. Вот. Да, за миллион четыреста они согласились. Ну, пойдет нам. Хоть что-то. Я не помню, за сколько я Гапонова подписывал. Я пересмотрю, посмотрим. Ван Дебек переходит из Аякса в Валентию. Талиофику переходит в Манчестер-Сити. Вот Аякс прям тут второй сезон свой начал распродаж. Симпсон переходит. Отлично, нам минус игрок. Пойдет. Ефремов в Гент его хотят купить. Так, ну, здесь по Ефремову за четыре миллиона мы будем только начинать переговоры. Он по Буренкову опять приходит. Так, нет, четыре миллиона. Четыре миллиона. Пардон. Так, ладно. Давайте просто так и оставим, четыре миллиона скажем. Три семьсот. Так уж и быть. Да, за три семьсот готов купить бельгийский К-Агент. Буренкова хотят купить в Трапзон Спор, но я не понимаю. Я вроде переподписал с ним контракт. Почему он недоволен все время-то сейчас? Странно, вот это вот. Так, Максвелл. Вот, стандарт Ильеги. Сейчас попробуем чуть подороже тогда. Может быть, получится договориться. Так. Миллион восемьсот. За такого голкипера, мне кажется, нормально будет. Да. Согласился стандарт. Что здесь дальше? Ефремов так, Гапонов так. Ну все вроде, только эти остались. Окончательный отчет. Головин. Восемьдесят один у него рейтинг. Умярова шестьдесят пять. Лунин семьдесят девять. Ну что, идем договариваться с Головиным все-таки. Двадцать четыре года. Рейтинг восемьсот один. Мне кажется, нормально будет. Тем более, это будущее реальной сборной России. Почему бы и нет. Ильгой чемпионов с нами выиграть может. Вот. Пока что с остальными будем попозже чуть-чуть решать. Но вот именно я себе такую задачу поставил. Это подписать Головина надо мне. Итак, у нас двадцать три миллиона у него написана стоимость. Мы попросим, давайте, двадцать пять. Тридцать шесть они хотят. Ну все, это значит торговаться можно прям. Двадцать девять. За двадцать девять я не договорился. Все, мы договорились за двадцать девять миллионов. Плюс еще десять процентов при перепродаже. Ну все, сейчас осталось только с Саней самим договориться. И наш первый такой дорогой самый трансфер. Это Александр Головин. Ключевой игрок. Естественно, они с этим согласны. Так, на сколько? Ну давайте на три года, а там посмотрим. Замечательно. Без отступных. Ну и сейчас зарплата это самая сложная. Сорок пять, наверное, надо или сколько? Давайте сорок так и дадим. Посмотрим. Ага, ну они чуть побольше хотят, но еще и бонус. Ну это мы прям попали практически. Все, за сорок три с половиной тысячи готов с нами работать. Головин, все. Подпишите ключевого игрока на позицию. Ну это мы сделали. Развитие молодежи. Увеличить. Ну это так. Популярность Марк. Ну все, сейчас в футболке попрут у нас. Дойти до игр плей-офф. То есть нам надо выйти из группы. Избежать вылета. Дойти до 1,16. И за два сезона закончить чемпионат в середине таблицы. Ну и финанс. Здесь сократить на десять тысяч евро зарплаты. У нас еще сколько получается? 14 миллионов есть на бюджет. Ну, что я могу сказать? Давайте делаем теперь тот состав, который мне прям нужен. Прям я его вижу. По позициям. Здесь все нормально. Здесь Дзюба. Здесь Матвей. Здесь я пока Головина поставлю. Потом вместо Айвазяна. Вот сюда вот я поставлю все-таки Кучаева. Все-таки игрок реальный. Вот. Вот здесь все так и остается. Вот он мой. Вот такой вот и состав. Вот он мой состав. Первый готов. Уже неплохо. Второй поехали. Так. Трушечкин. Так. Зачем сейчас ушел? Ладно. Петраков здесь, да. Здесь теперь вместо Баумгартнера будет играть... Так. Айвазян получается. Вот. Ну и вместо Скворцова здесь будет играть у нас Андрей Козлов. Все-таки лучший бомбардир прошлого сезона за нас именно. Вот. И лучший вообще нападающий. Все. Вот так вот мы и распределились. Прочитаем это сообщение. Все. Ну и тренировки. Что здесь? Полину можно убрать. Давайте вообще сейчас всех уберем. А у кого есть уже... Кроме долг мне, потому что мне долг мне прям надо качать. У кого вот рейтинг ниже 70, тот и будет сейчас у нас качаться. Здесь нормально. Гапонова мы и так продаем уже. Так что, ну все. Значит, ищем дальше. 70 у кого? Так, ну Ефремова мы тоже продаем уже. 70 здесь ни у кого. Здесь у Сироткиной. Значит, мы ее и оставляем. Прямо будем по тем игрокам, у которых очень низкие рейтинги. 70 пока что мы ищем. Так, здесь 70. Нормально. 71 теперь. Масаковский, Мишин. Я бы Мишина бы покачал. Или Козлова до 75. Я вообще не знаю сейчас чего. Давайте так же... Да, давайте вот Козлова до 75 докачаем. Вот. И потом будем уже дальше там смотреть. У кого здесь ближе, просто сейчас глянем. Мельников может быть 75. Давайте его покачаем. Все. Такие пока тренировки пусть стоят. Долг мне надо до 85 сделать, чтобы он прям у нас в галкипере еще был. По трансерам так все остается пока что. Я жду, когда у нас кого-то купят. А Гапонов не захотел почему-то переходить. Ладно. Так. В Шеффилд хотят купить у нас Максово. Давайте за миллион 800 так же сейчас втюхаем. А может что за 2 миллиона сейчас получится. Сейчас глянем. Да. Сейчас мы разберемся. 2 миллиона. Мы все-таки там миллион 800 предлагали. Сейчас посмотрим, может за 2 миллиона согласятся. Полтора. Нет, миллион 800 тогда. Вы что, это будете ниже, чем стандарт предлагать нам? Нет. Вы что, серьезно? Биллион 750. Отлично. На 50 тысяч они подешевле решили. Так. Так же по номерам сейчас нам надо решить там вопрос. Идем. Идем решать вопрос. По номерам. Джуба будет играть по 22. Я не знаю, куда его номер свистнули. Михаил Миломед будет теперь девяткой у нас. Вот он с Жамалединов ушел. Кстати, идет форма с Жамалединовым или нет? Ну, вроде красиво выглядит. Дальше. 17-й у кого там номер? У кого 17-й номер, я не понял. Ой, Вазяна. Будет под 11-м, говорит, уже Головин. 17-й ему прям идет. Ну, все вроде. Удобнее 56. Крово-харкетинка номер 1. Все. Дальше мы так и продолжаем, пока у нас кого-нибудь не купят. Так. Гапонов. Бристоль-Сити. Так, у нас Гапонов. 1.4 млн мы попробовали. Можем полтора, наверное, миллиона сейчас попробовать торговаться. Может, получится за полтора. Чуть подороже еще продать. Но это все-таки Бристоль-Сити. Это чемпионшип. Они вроде там и остались. Полтора миллиона. Да. Полтора. Это нормально, они сказали. Все. Руководство. Нам не нравится. Недовольство. Переговоры. Да, я пытаюсь. Ефремова мы продали. 2 миллиона 300 к нам присоединяются. Что вообще еще я могу сейчас сделать для состава? Вот прям не знаю. У нас оборона. Что у нас оборона? Правый защитник какого-нибудь рассказывал взять. Либо все-таки вот... Надо сейчас зайти в этот в Транцет там, посмотреть, кто у нас есть. ЦЗшник, Дивеев, например. Купить Дивеева. Тех в аренду так и сдать, да? Либо же Малединово теперь. Малединово мне нравится, прямо честно. Попробуем давайте же Малединово. Он все-таки помоложе, чем Ефремов будет. Вот. И Юлю мы тогда попробуем в аренду взять. Потому что мы сейчас хорошо так рейтинг прямо докачаем до 70. Может и получится. Предложим цену. А что здесь по Ж... Теперь у нас Жамалединово. Мы Жамалединово отдали в аренду. За 5 миллионов. 7 хотят. Юрий Павлович, ну ты тоже не наглей. 5500 пойдет тебе? 5500. Это хорошая прям цена. Давай. 7. Да хватит 7-то своей. Давай 6. Да 7, ты надоел. Может и правда 7 пойдет. Ладно, 7. 7 так 7. Что прям вот уперся. 7 и 7 хочу. Так. Важный игрок будет у нас Рифа Джамалединов. Тот Тимур Джамалединов. Это Джамалединов. Рифа Джамалединов. Три года. 5 лет хотят. Без проблем. Мы согласны. Чего бы нет. Без отступных вообще все замечательно. Да, принимаем. Ну и зарплату тут они чуть побольше хотят на полторашечку. Ну пойдет. Все. Рифа Джамалединов к нам присоединяется. Что дальше. Я мог и Бакаева купить кстати. Что бы нет. Но он дорогой прям. Бакаева пока что мы подождем. Вот. Давайте Дивеева тогда попробуем. Разгапонова мы тоже вот продали. Пытаемся продать. Надо вот. Дивеев прям говорят, что это прям топовый центральный защитник из России, который прям может прокачаться. Предложим цену 4,5. При продаже. Вот это мне вообще без разницы. Я никуда их пока не буду продавать. Пойдет. Все. Дивеевым мы соглашаемся. Это получается Гапонов тоже из ЦСКА был. Мы двоих центральных защитников уже из ЦСКА покупаем. Так. Ротационный. Пойдет мы скажем. 5 лет. Пойдет конечно. Без наступных. Конечно. Дальше что? 11. Пиццу на центре прям зарплатку, да. Я бы. 80 только вот подписной бонус с вами пойдет. Все. Хотя бы тут это уменьшили. Все. Мы подписали троих игроков. Причем хороших таких. Идем теперь сюда. В центр состава смотрим. Я Полину. Ну она так стоит в списке аренды. Так что нормально. Гапонов с Бристолем ведет переговоры. Так. Здесь что у нас? Лобанов. Ну они так же себя не стоят в аренде, которые у меня так стояли. Так что все. Ждем просто предложение по ним. Пока что приходит только по Буренкову, которую мы не хотим продавать. Переговоры с Крисом Максуалом сорвались. Гапонов в Санта-Клару. Санта-Клара. Ну это тоже наверное какой-нибудь португальский. Мы за полтора миллиона сейчас будем все так же пробовать его продать. Гапонов, Гапонов, Гапонов. Полтора миллиона. Все. Согласилась Санта-Клара. Ну мы за полтора миллиона пока что. Вот мне кажется в Бристоль было бы нормально перейти. Еще один сезон отыграть только раз его уже покупают. То наверное основным там центральным защитником в чемпионшипе. А потом уже Максуала мы продали. Отлично. Что еще там? Гапонов продан в Бристоль. Вот это я замечательно. Я считаю хорошая сделка. Крис Максвелл перешел в Шеффилд. Все. В Санта-Клару не захотел переходить Гапонов. Ну то есть вовремя мы еще и Дивей выкупили. Пойдет. Полина уже 70-го рейтинга. Юля сейчас надо до 70-го качаться. Я не знаю почему. Никто не хочет покупать их. Икарди в ПСЖ все-таки уже за денежки переходит. Невес в Интер. Все. Лобана. Вот Юля как раз. Замечательно. В Кёльн. Так это вообще суперски. В Кёльн это хороший клуб. Ну они сейчас наверное где-то в Герм... Ну во второй наверное Бундеслиги играет. Либо в первой. Я сейчас гляну. Так. Принимаем мы на год. Год это неплохо. 60 на 40. 70 на 30. Сейчас будем добиваться. Согласились. Все. И сейчас мы ждем только вот... Вот это прям хорошие клубы предлагают. Так. Сейчас посмотрим где идет Сосуоло. Где они вообще? Ну Сосуоло. Мне кажется они должны оставаться сейчас в Чемпионе. В Чемпионате Италии. Сосуоло. Сосуоло. Да. Сосуоло. Вот. В Чемпионате Италии. Серия. А все нормально. И сейчас Бундеслигу просто проверим. Кёльн. Кёльн. Они в Бундеслиге. Так Юля вообще у нас получается переходит из одного топового чемпионата в другой. Просто в аренду. Тем более она сейчас вернется и будет еще и в АПЛ снова играть. Если мы останемся. Лобанова сдана в аренду. Все замечает. Травма на тренировке у кого? Владимир Мишин на два месяца. Ну это ж Вова прости. Тут я ничего не мог сделать. Это травма на тренировке. Тем более. Так. Бамгартнер тут что-то. И игрок. Что? Игрок вернулся из аренды какой-то еще. Бюрки. Сейчас. Еще наверное деньги. Я подумаю. Но вряд ли он сейчас будет играть у нас. Так. Ну раз Мишин у нас получает травму на тренировке. Я наверное сюда все-таки Казанского ставлю. На время. На два месяца пока что. Так что два выпуска вы не увидите. Вова у нас в составе. Вот. Добня. 80 рейтинг. Кстати уже это замечательно. Ну и отсюда Казанского мы убираем. Ставим Дивеева. Все. Это мы сделали. Так. Продолжим редактирование. Давайте пока сюда же Малядинова я бы поставил. Так. Все. Вроде я больше никаких таких трансляторов не делал. Все. Так. Здесь мы все. И отсюда надо убрать Вову. Мы возьмем Шмелько. Вот так бюрки надо вот отсюда вот убрать. Нет. Еще надо одно. Кое что. Дзюба вот сюда вот. Вот. Может быть попытаться нам и Скворцова в аренду сдать. Что бы нет. Давайте попробуем Скворцова. Потому что. Ну если что-то мы вернем. Это легче вернуть. Чем чтобы он у нас просто. Вот. Не получал игровую практику свою. Все. В аренду мы тут так. Где этот игрок какой-то вот. Вот. Бюрки. Пошел отсюда. Все. Друзья. На этом мы заканчиваем наш выпуск. Продуктивный он получился. Купили. Получается. Заходим в офис. Пока что так. Лучше посмотрим. Купили троих игроков. Это получается. Вот. Головина купили. Дзюба у нас с прошлого сезона был. Купили Дивеева. Купили Жамалединова. Все. Ну. Замечательно. Мне кажется. До мне еще 80-го рейтинга стало вратарем. По трансферам пока что вот. Все. Самое главное вы видите. Потом. Насчет трансферов. Мы в конце трансферного окна. То есть в следующем выпуске. Пообсуждаем все. Которые вот произойдут. Ну. Не пишите пока что. Но я не знаю. Кого вы можете мне предлагать. Если у нас вот. 7 миллионов всего лишь. Трансферный бюджет. Не надо. Тем более сейчас там. У нас. Насчет финансов. Ничего тут не стоит. Что. Увеличить. Стоимость клуба вот у нас есть. А вот на 10%. На 10 тысяч нам надо уменьшить только зарплату. Так что. Не надо никого сейчас писать. Кого покупать. Мне кажется. Мы сделали уже свой выбор. Замечательный. Все. Мне кажется. Будет у нас классно. Спасибо вам большое друзья. За просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик. Чтобы не пропускать наши новые выпуски. С вами был Андрей. Канал футбол. Это жизнь. До новых встреч. Друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok